Гимназия номер 22. Скоро прозвенит звонок и начнется вторая смена. Турникет и пропускная система, все это, как нам рассказали в школе и подтвердили ученики, появилось давно. А вот рамка на прошлой неделе, после усиления мер безопасности. Через нее пропускают старшеклассников и простых посетителей. С того же дня у посторонних, даже у родителей, стали требовать удостоверения личности. Обнаружилось только то, что в гимназию приходит большое количество людей, которые хотели бы попасть без документов, при этом при проверке металлодетекторами мы выявили у них только абсолютно бытовые предметы. Охранник теперь совершает обход школы четко трижды в день, проверяет коридоры на подозрительные предметы и смотрит, чтобы служебные двери были заперты и в то же время готовы для экстренной эвакуации. Под наблюдением практически любой уголок школы. С цифровым зумом мы увеличиваем картинку и непосредственно можем смотреть, что происходит в разных позициях этого помещения. Но в эту школу нас пригласило Министерство образования. А как дела в остальных? Без предупреждения заходим в другое учебное заведение. Нас моментально останавливают. Документы обязательно проверяются? Конечно, документы. Если датчик сработал, проверяем полностью все вещи до одной. Мы полностью обходим здание. Замок закрывается автоматически. Детей выпустили, закрыли. А вот турникета, замечаем, здесь нет, как и в другой школе, расположенной на горе. Ее руководство, правда, не на камеру пояснило. Были бы рады установки, но узкие коридоры не позволяют этого сделать. Между тем, родители школьников усиление режима либо вообще не заметили, либо одобряют. Побольше камер, соответственно, побольше дополнительных каких-то систем пропускных, допустим, я только за. Потому что наши дети – это наше будущее. Доступа простого для кого угодно туда нет? Нет. Вот там два мужчины дежурных, и я удивляюсь, они даже, когда дети пытаются выйти без родителей, он сразу их, так, товарищи, куда, чего, почему? Как нас заверили в Краевом министерстве, меры приняты во всех школах Барнаула, а их более ста. Везде проверена система наблюдения, тревожные кнопки, проведен дополнительный инструктаж персонала. Так что, действительно, посторонний вход воспрещен, и не только на бумаге. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.